Всем привет, с вами Джамбо Макс, и в этом видео я расскажу про секретную функцию, которую никто не заметил. Просьба поддержать меня лайками и рассказать об этом видео своим друзьям, всё же годноту для вас записываю. Итак, все мы знаем, что покупая игру, она привязывается к профилю, и если вы не заходите на соответствующий профиль, игру вы не включите. Также мы знаем, что если зайти на один и тот же профиль с двух консолей одновременно, то профиль на какой-то консоли закроется и выкинет игру. По крайней мере, так было в прошлом, но всё это, видимо, позади. Немножко предыстория. Играя на двух консолях, если что, у меня два Хуана, FAT-версия и S, на одном из них стоит мой основной профиль домашний, а на другом, в случае чего, мы просто заходим и играем именно с него. В общем, обычная процедура запуска одной игры на двух консолях. Так вот, несколько дней назад мой брат играл на том Хуане, в котором не стоит мой профиль домашним, и, соответственно, мой профиль у него был включён. И в этот момент, когда он играл, я случайно зашёл по своим аккаунтам на другой консоли, что должно было привести к отключению игры и моего профиля. Профиль предсказуемо вышел, а вот игра не закрылась, и он продолжал в неё играть. Сначала я не придал этому значения, но потом я попробовал сделать это ещё раз, и у меня получилось. Оказывается, теперь не обязательно, чтобы ваш профиль, на котором куплена игра, был активен всегда. Достаточно зайти в него один раз во время запуска игры, и игра будет играться до тех пор, пока вы её не выключите. Я не знаю, насколько долго будет существовать данное окно в системе, но теперь можно попробовать поиграть в одну купленную игру втроём. Система будет такова. На первой консоли профиль стоит домашним, соответственно, играем через другой профиль. На второй консоли мы заходим на профиль с купленной игрой, и также заходим на свой профиль, и включаем игру. На третьей консоли, после того, как процедура была выполнена на второй консоли, мы просто врубаем профиль, на котором куплена игра. Тем самым, закрываем профиль у второй консоли, но не закрывая при этом игру. Лично у меня не имеется третьей консоли, но я хотел бы вас попросить провести данный эксперимент. Если вы с кем-то вдруг покупаете игры на двоих, и у вас есть ещё один товарищ, то попробуйте дать ему профиль с купленной игрой. И если игра не закроется, то моя теория будет верна, и вы сможете играть втроём на своих профилях в одну купленную игру. Если же не получится, то этот способ можно будет использовать в том случае, если у вас кончилась функция домашняя консоль. Я надеюсь, это видео было полезным и интересным, а может даже кому-то помогло с решением проблемы. Если это действительно так, то ставь лайк, подписывайся на канал, а также не забывай писать комментарии по поводу этого способа. Если кто вдруг проведёт такой эксперимент, то отпишитесь в комментариях, пожалуйста, я буду ждать. И да, ещё на колокольчик нажми, чтобы не пропустить следующие видео. Ну и ещё одно. Приглашаю вас на мой стрим, который состоится 10 ноября в полночь. Будем вместе смотреть XO и обсуждать всё, что нам покажут. Спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok